МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Депутаты рассматривают первую в этом году корректировку бюджета. По договоренностям прошлого года в ней должны были быть отражены ряд депутатских поправок. И если по части из них принято положительное решение, то вопрос об увеличении финансирования футбольному клубу Саров до сих пор остается открытым. И по словам его представителей, это ставит под угрозу весь предстоящий спортивный сезон. 2,5 миллиона бюджетных рублей выделено в этом году на содержание футбольного клуба Саров. А для того, чтобы команды, основная и дубль функционировали без сбоев, нужен еще миллион. Президент клуба Сергей Безруков вместе с Департаментом по делам молодежи и спорта подготовил смету, на что именно необходимы дополнительные средства, и предоставил ее финансистам администрации. Но данных в этих документах оказалось недостаточно для того, чтобы включить увеличение финансирования в корректировку бюджета. Мы не увидели никаких подробных расчетов и не увидели именно указания на нормативный документ. То, что она указала на приказ Минспорта 147, он у нас с вами утратил силу приказом номер 34 от 19 января 2018 года. Этот вопрос будем рассматривать еще дополнительно. На сегодня, чтобы его выносить на корректировку, он у нас не готов. Сложившуюся ситуацию представители футбольного клуба называют критической. И до начала спортивного сезона всего неделя. А пока нет понимания, будет ли увеличено финансирование, нет и видения, сколько команд заявлять на сезон. Мы не знаем, как начинать сезон. Во-первых, у нас ни копейки денег нельзя, и мы не знаем, что нас ждет в этом году. У меня две команды. Первый и дубль. Если сейчас мы понимаем, что дальше нам помогут с корректировкой, мы дубль запускаем. Если нет, нам дубль надо закрывать, потому что мы две команды не выйдем. Обсуждение проекта корректировки бюджета продолжится до ближайшей думской сессии. Уже на следующей неделе депутаты внесут свои поправки в документ. Войдет ли в него дополнительное финансирование футбольного клуба «Саров» узнаем совсем скоро. Лидия Шулаева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». В Центре культуры и досуга в НИЭФ начали свою работу «Харитоновские научные чтения». Международная конференция будет проходить четыре дня. В ее работе примут участие более ста специалистов из Москвы, Снежинска, Долгопрудного, Красноярска, Трехгорного и других городов страны. «Саров» можно назвать территорией знаний. Здесь трудятся ученые с мировым именем. Здесь находятся установки мирового уровня. И здесь знания передаются с поколения в поколение. «Харитоновские чтения» проводятся в нашем городе ежегодно, начиная с 1999 года, в память о выдающемся ученом Юлии Борисовиче Харитоне. И в этом году международная конференция проводится в юбилейный 20-й раз. В такой научной палитре событий Российской Федерации «Харитоновские чтения» имеют свою особую роль. И сегодня они посвящены очень важным вопросам, которые сегодня абсолютно актуальны для нас в части тех наших работ, которые мы ведем в рамках нашей основной миссии и в тех работ, которые мы ведем в рамках развития фундаментальной науки. Современные проблемы ядерной и радиационной физики, применение мощных лазеров в исследованиях горячей плотной плазмы. Всего на конференции будет работать пять секций. Свои научные работы и идеи на судэкспертов представят ученые-специалисты со всей страны. Большое количество участников – это молодые специалисты, молодые ученые в возрасте до 35 лет. Это радует, это позволяет нам надеяться на то, что те компетенции, которые обладают старшее поколение, переходят в руки молодых, этот процесс очень хорошо идет. В этом году конференция получила название «Применение лазерных технологий для решения задач по физике высоких плотностей энергии». За 20 лет харитоновские чтения вырастили целое поколение ученых, которые продолжают активно развивать российскую науку. Мария Рунь, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Саровчан приглашают принять участие в выборе приоритетной кандидатуры на пост председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом. Опрос общественного мнения пройдет 19 апреля в Центре поддержки предпринимательства. Обращаем ваше внимание, что изменилось время выборов. Отдать свой голос можно будет с 10.00 до 18.30. Принять участие в опросе могут все жители Сарова с постоянной регистрацией, достигшие 18 лет. Результаты голосования будут учтены при принятии решения о замещении вакантной должности. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Правительство Нижегородской области внесло изменения в порядок формирования списка претендентов на улучшение жилищных условий в рамках программы обеспечения жильем молодых семей. Теперь желающие попасть в списке на следующий год должны подать заявление не позднее 1 июня. Более подробную информацию можно получить по телефону 9 90 57. Летом в детском оздоровительном лагере имени Гайдара ждут талантливых ребят. С 29 июля по 19 августа там пройдет традиционный физико-математический турнир и турнир «Юный биолог». 1 июля стартует проектно-исследовательская смена для школьников из годов присутствия госкорпорации «Росатом». Приглашаются ребята, имеющие результаты на олимпиадах и конкурсах и отличные хорошие годовые отметки. Летний сезон аттракционов в парке стартует 29 апреля. Об этом сообщили в Центре развития культуры и искусств. Аттракционы будут работать по будням с 16 до 20 и в выходные с 11 до 20 часов. Каждую первую и третью среду месяца будет действовать льготный режим для детей из многодетных семей и детей-инвалидов. Пенсионеры считаются в России слабо защищенной категорией населения. Размер их пенсии невелик, поэтому бабушкам и дедушкам рекомендуется воспользоваться помощью государства в виде различных субсидий и дотаций. Один из видов такой помощи – налоговые льготы. В конце 2017 года Госдума приняла закон о включении пенсионеров в перечень лиц, которым может быть предоставлен имущественный вычет по земельному налогу. Налоговый вычет применяется только по одному земельному участку площадью не более 6 соток, независимо от вида, разрешенного использования и категории. Это могут быть садово-огородные участки или участки под индивидуальное жилое строительство и подсобное хозяйство. Граждане, которые имеют в собственности земельный участок размером 6 соток, будут полностью освобождены от земельного налога. За оставшуюся же часть площади налоговый орган рассчитает сумму налога. Если пенсионер имеет несколько участков, то он должен подать до 1 июля 2018 года уведомление в налоговую инспекцию и выбрать, на какой конкретный участок он хочет получить вычет. Если налогоплательщик не предоставит это уведомление в налоговый орган, то расчет налогового вычета произойдет автоматически на тот земельный участок, где будет рассчитана максимальная сумма налога. Если пенсионер владеет только одним участком и по различным вопросам он уже обращался в налоговую инспекцию, то повторно писать заявление не нужно. В базе данных организации данные налогоплательщика сохранены и сотрудники рассчитают все автоматически. В налоговых органах есть информация обо всех участках, которые находятся в собственности, так как они ведут межведомственный обмен с госреестром. Елена Грецко, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Великая Отечественная война разрушила жизни миллионов людей. Одни лишились беззаботного детства, вторые пережили все ужасы блокадного Ленинграда. Не менее страшная участь постигла и тех, кто попал в фашистский плен. Сарове тех, кто стал жертвой концлагерей, пережили пытки и издевательства фашистов 26 человек. Каждый год они собираются вместе и вспоминают своих друзей. О героях этой страшной войны расскажем далее. Пиджак Степана Дуплея пестрит наградами и орденами. Один из самых ценных – Орден Славы Третьей Степени. Его Степан Степанович заслужил, когда, будучи разведчиком, ввел боевые действия на территории Германии. Туда он попал, третий раз сбежав из трудового лагеря. Первый хозяин меня бил. Если вот я что-то не так, что-то он бил. Бил, чем попало. Что в руках грабли, граблянные. В сельском хозяйстве. Вот, вилы, вилами. Ну, не так, что... Вот. И я от него бежал. Бежать Степану Степановичу не удалось. Не увенчался успехом и второй побег. Фронт далеко и к своим не уйдешь. Снова поймали, отправили на распределительный пункт и к новому хозяину немцу. Только с третьей попытки, когда советские войска вошли на территорию Германии, удалось осуществить задуманное. Встретил разведчиков. Они меня за свое приняли. Вот. Ну, кое-что обмундирование. И я с ними некоторое время находился. В разведку ходил, воевал. Таких историй, как у Степана Дуплея, на встрече бывших узников лагерей предостаточно. Хоть и с грустью, но вспоминают их обязательно. Собравшиеся уверяют, чем больше современные поколения будут знать об ужасах войны и плена, тем меньше шанс того, что история повторится. Когда дети играют в компьютерные игры и смотрят по телевизору, они многие вещи, стрелялки и страшилки воспринимают именно как компьютерную игру. Когда они видят живого человека, и когда вы рассказываете про эти ужасы и наворачивается слеза, то дети начинают видеть вам и понимать, что это действительно ужасно. Итогом встречи этого года стало решение о создании книги воспоминаний узников фашистских лагерей. Алексей Голубев пообещал с этим помочь. И если такая книга будет издана, она займет достойное место на полках школьных библиотек. Кирилл Васенин, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. 86 делегатов из 13 пионерских организаций встретились, чтобы подвести итоги работы за год. В программе «Слёта сияющих звёзд», торжественное открытие, работа по секциям, подведение итогов и голосование за решения, предложенные на станциях. Школьная жизнь членов Союза детских организаций «Сияющие звёзды» насыщена событиями. Коллективно-творческие дела, экскурсии и встречи с интересными людьми. Для того, чтобы поделиться впечатлениями и эмоциями со сверстниками, активисты пионерских организаций постигают азы журналистики и репортажной фотосъёмки. Артём Тарасов считает это направление перспективным и полезным каждому. Много контактов, общаешься, много информации новой. Это не может не заинтересовать. На 52-м итоговом слёте Союза детских организаций пионеры работали по пяти секциям. Обсуждали интересные коллективно-творческие дела, определяли кандидатуры новых инструкторов, разбирались в том, какие пионерские профессии важнее. Дарью Ануфриеву можно было встретить на каждой секции. На её плечи легла ответственность за фотосъёмку пионерского слёта. Мне нравится писать статьи, а также я люблю снимать мероприятия. И это всё сложилось воедино, что мне нравится потом рассказывать о мероприятиях. То есть вот мероприятие прошло, и есть много людей, которые о нём не знали. И именно посвятить людей в то, что прошло, очень интересно. 45 минут работы по секциям и подведения итогов. Авторы лучших текстов, выбранных в рамках станции информационно-медийной сопровождения деятельности СДО, стали обладателями сертификатов на краткосрочную практику в редакции канала «16». Впереди у сияющих звёзд важные дела. Участие знамённых групп и барабанщиков в митинге 9 мая и праздновании Дня пионерии. Дарья Цапорыгина, Владимир Есеников, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24. Хор «Голоса Сарова» стал лауреатом первой степени международного конкурса «Янтарный остров». Вокальное мастерство артистов оценивали известные деятели культуры, искусства и ведущие педагоги профильных вузов России и других стран мира. Конкуренция была высокой, но это не помешало саровчанам забраться на пьедестал почёта. Каждый понедельник и четверг из года в год, вот уже более 30 лет, они откладывают все свои дела и спешат на репетицию хора. Долгой творческой жизнью коллектив обязан своим артистам, которые беззаветно преданы музыке. Вместе с руководителем у истоков создания хора стояли Елена Ивина и Евгений Калманович. Мы очень любим наш коллектив. Музыка и коллектив, это для нас, наверное, становится единым целым. До фестиваля «Янтарный остров» «Голоса Сарова» представили две разнохарактерные композиции «Шумел камыш» и «Как паельничку». Вторая песня больше похожа на мини-спектакль, в котором гармонично сплелись вокал и элементы народного танца. Члены жюри выразили единое мнение по поводу присвоения нам первой премии, лауреатов первой премии. Вот это было, конечно, очень приятно, но люди были на высоте. Конкурсы и фестивали – это обязательный элемент творческой жизни любого коллектива. А для хора «Голоса Сарова» это еще и возможность найти новые идеи, наработки, обменяться опытом и повысить свой уровень профессионального мастерства. Елена Грицкова, Владимир Лисик, служба новостей «Саров-24». И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей! Субтитры создавал DimaTorzok